Программа «Льготные ипотеки» вот уже пятый год действует на территории Российской Федерации. Впервые ее ввели в 2020 году как меру поддержки для строительной отрасли во время пандемии. Изначально условия предполагали ставку 6,5%. На данный момент, после многократного продления данной программы, процентная ставка заставляет 8% и будет действовать до 1 июля 2024 года. Она доступна для всех совершеннолетних граждан Российской Федерации без каких-либо ограничений по возрасту, профессии и семейному положению. Ранее такая ипотека ограничивала только сумму кредита – 6 миллионов для регионов и 12 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с первоначальным взносом в 15%. С декабря условия ужесточились. Теперь лимит един для всех регионов и городов – 6 миллионов, а размер первоначального взноса увеличен до 30%. В последние несколько лет массовое использование льготных ипотечных кредитов является одним из важнейших факторов, обусловливающих высокие темпы роста цен на первичном рынке жилой недвижимости. Именно возможность получить ипотечный кредит под низкую процентную ставку стимулирует избыточный спрос на первичное жилье и, соответственно, подстегивает рост цен. В результате те цели, которые ставило перед собой правительство, вводя в действие льготные ипотечные программы, не были достигнуты. Вместо того, чтобы сделать жилье более доступным, эти программы поспособствовали только росту цен на него. Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина ранее заявляла, что широкое применение программы является тупиковым путем, так как массовые льготные условия подняли цены на первичную недвижимость за время своего действия во многих регионах почти в два раза, а значит, ее отмена поможет в стабилизации рынка. Примечательно, что правительство планирует продлить адресную поддержку определенных категорий граждан, а именно семейную ипотеку. На данный момент ее предлагается продлить на 6 лет до 2030 года. Для ее получения есть определенные условия. Она выдается семьям, в которых воспитываются дети, рожденные после 1 января 2018 года, либо ребенок с инвалидностью. Условия также подходят для детей с приемными детьми, если ребенок родился в обозначенный срок. Ипотека выдается под 6% с первоначальным взносом от 20% и ограничивает сумму кредита. 6 миллионов для регионов и 12 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Узко специализированные программы, например, программа сельской ипотеки, программа ипотеки для молодых семей, для семей с детьми, для тех, кто покупает жилье на Дальнем Востоке или в регионах Крайнего Севера, эти программы будут продолжать действовать. Но предоставление льготных ипотечных кредитов практически всем желающим будет прекращено. Вероятно, это поспособствует охлаждению рынка недвижимости. Рассчитывать на снижение цен, наверное, не стоит, но, по крайней мере, можно рассчитывать на приостановку дальнейшего роста цен на первичном рынке. За время действия программы ипотеки успели воспользоваться более 1 миллиона 250 тысяч раз. Суммарно кредитов было выдано на 3,5 триллиона рублей. Но и это не все. В программе будет действовать еще полтора месяца, в которые прогнозируется увеличение спроса на первичную недвижимость. Татьяна Еремина, Резидак Каримова, Универ Новости.